Споры коммунальщиков довели до обезвоживания. В доме по улице Сака-Иванцете практически все лето нет горячей воды. Она здесь не кипит, зато жильцы закипают и пишут письма в прокуратуру. Городской дозор расскажет, почему ТСЖ закрутила вентиль. Все лето жильцы этой старенькой пятиэтажки мучаются без горячей воды. Проблема в том, что ТСЖ в соседнем новостроя, владеющий теплопунктом, перекрыла людям вентиль. Едва проснувшись, Лидия Павловна идет к плите. Нужно скипятить три таза воды, чтобы принять душ. Однажды женщина ступилась по дороге в ванную и обожгла руку. Это очень неудобно. Возраст в доме уже пожилой. Всем трудно это делать. Обращались везде помощи, пока никакой не получили. Беспомощны сейчас жители еще нескольких домов. В своих бедах они винят соседние ТСЖ. Мы звонили неоднократно в управляющую компанию. Там как бы сначала нам говорили, что занимаются этим вопросом. Потом там, в общем, диспетчер сказал, что дело передано в прокуратуру. С управляющей ТСЖ удалось связаться лишь по телефону. Но она льет воду только на словах. ТСЖ Тислинская, Бородищева 31, никому никогда в жизни воду не перекрывали. Люди в такой же точной ситуации, как и все остальные. Люди нашего дома. Однако коммунальщики утверждают, товарищество лукавит. Поскольку теплопункт находится на балансе ТСЖ, собственники, видимо, решили на этом заработать. Но юридически свои отношения не оформили. После первой прессовки у нас отключился дом, и мы начали эту работу с ними. То есть обратились к ним, нам снова отказ, заплатите деньги, тогда включим. А в июле случилась еще и авария на теплотрассе. И ТСЖ само осталось без воды. Денег на ремонт у них нет. Неисправность устранили благодаря стараниями городской администрации. Поставщик в акте подтвердил, подключение дома возможно, но товарищи стоят на своем. В дело вмешалась прокуратура. На оперативном совещании были определены конкретные меры, конкретные сроки для устранения вот этих вот последствий. Срок определен 7 августа 2013 года. Если до 7 августа ТСЖ не откроет злополучный вентиль, то есть горячая вода у людей не появится, бездействие членов товарищества будет квалифицировано как вредительство. А это послужит основанием прокуратуре для возбуждения уголовного дела. Юрий Шумков, Андрей Снопиков, Городской дозор.